28 августа. Любовь или одержимость. В начале каждого собрания группы Наранона мы читаем вслух несколько страничек из нашей литературы. Однажды вечером на одном собрании новичок попросил объяснить фразу. Следить это не значит любить. Я не смогла дать ей вразумительного ответа. Я знала, что я сама постоянно следила за своим наркоманом. Поэтому я задумалась, если следить это не любить, тогда что же я чувствую к наркоману. Будучи человеком с логическим складом ума, я поискала определение любви. Любовь, сильное чувство нежной привязанности и сострадания. Я проанализировала свои чувства по отношению к наркоману и вынуждена была признать, что хотя они безусловно сильные, но не нежными, не сострадательными, назвать их нельзя. Я люблю моего наркомана, он все, о чем я постоянно думаю. Я слышала, что многие из нас одержимы своими наркоманами, поэтому обратились к словарю еще раз, чтобы найти определение одержимости. Одержимость – это полное и всеобъемлющее подчинение разума какой-либо мысли или желанию. Это в точности соответствовало тем чувствам, которые руководили моим поведением, когда речь шла о наркомане. Мне сразу вспомнился другой текст. Мы узнали, что наркомания – это болезнь. Это болезнь с двумя составляющими. Физическое пристрастие в сочетании с одержимым состоянием рассудка. Затем я посмотрела на определение слова «наркомания». Было два определения. Первое толковало наркоманию как физическую зависимость от наркотиков, а второе было более общим. Непреодолимое навязчивое желание, которому зависимый посвящает все свое время. Размышления на сегодня. Когда все, о чем я могу думать в жизни – это мой наркоман, я напоминаю себе, что зависимость по смыслу гораздо ближе к одержимости, чем к любви. «Сегодня я выберу любовь». Цитата «Следить – это не значит любить». Карл Юн «Следить – это не значит любви». Цитата